Как проводят свободное время? Как русские говорят, на вкус и цвет товарищей нет. У каждого свое увлечение, свое хобби. Кто проводит выходные дни на пикниках, на шашлыках, кто любит кататься на мотоцикле, кто любит летать на параплане, кто проводит свободное время в рок-клубах, а кто сидит дома у компьютерного экрана. Иными словами, каждый проводит свое время по-своему. Вы помните Виктора Куликова из Москвы. Он увлекается автомобилями и катается на мотоцикле. В выходные дни он встречается со своими друзьями. Все нормальные люди праздник проводят дома, на шашлыках, в гостях, где угодно. А мы ненормальные проводим их вот здесь, в грязи. Вот их типичное воскресенье. Едут они подальше от города и катаются. Иногда целый день. Конечно, мотоспорт — это один вид увлечения. Есть и другие. Меня зовут Морозов Александр. Я живу в Москве. Вы помните Сашу? Он учится на экономиста. Свободное время я люблю проводить с друзьями. С друзьями мы ходим в клубы или просто сидим, общаемся. Еще свободное время я провожу за компьютером или в интернете. Но свободного времени не очень много, так как сейчас учеба. Я очень люблю заниматься спортом. Мой любимый вид спорта — это легкая атлетика, прыжки в высоту. По прыжкам в высоту я участвовал на соревнованиях, но, к сожалению, не занял первого места. Мой тренер считает, что у меня очень большой потенциал. Алина учится в том же институте, где Саша. В свободное время она посвящает друзьям. В свободное время я встречаюсь со своими друзьями. Мы ходим гулять, ходим в кино, в бары, в кафе. Иногда ездим в клубы. Все свободное время я стараюсь посвящать своим друзьям и близким. Хорошо. А спорт? В три года меня отдали заниматься плаванием. Я занималась плаванием до 14 лет. Потом я перестала заниматься этим видом спорта, потому что не хватает времени. Есть, конечно, одно занятие на воздухе, которое нравится почти всем — прогулка в зоопарке. Давайте проведем несколько минут в московском зоопарке. Хорошо. Извини, что опоздала. Ничего страшного. Пойдем. Пойдем. Посмотри, на табличке написано «Осторожно, животное опасно». Но я никого не вижу в этом вольере. Хотя вот кто-то ходит. Но не похоже, что он опасен, этот волк. Он такой пассивный. Как ты думаешь, как зовут этого жирафа? Посмотри, здесь что-то написано. Ленинградов Самсон Гомлетович. Я сомневаюсь, что так могут звать жирафа. Как ты думаешь, что это за животное? Мне кажется, это як. На як, по-моему, не похож. Он похож на овцу, только очень большую. А на самом деле это такое животное – овцебык. Его так называют, потому что он немного похож и на овцу, и на быка. Ой, какие прекрасные белые медведи. Один белый, а один желтый. Интересно, почему так? Я думаю, что это дочь и отец. Ладно, давайте вернемся к Саше Морозову. Он сейчас расскажет о другом своем увлечении – о музыке. Я очень люблю слушать музыку. Мой любимый стиль в музыке – это прогрессив. Стиль, под которым можно танцевать, под которым можно оторваться с друзьями, повеселиться. Я не представляю свою жизнь без музыки. Все свободное время я провожу с плеером и слушаю определенную музыку.